Бильярд В данный момент проходит чемпионат Харьковской области по спортивному бильярду среди аматоров данного вида спорта. Аматор считается уровень начинающего спортсмена. Идея заключается в том, чтобы развивать спорт со всех сторон. Мы всех игроков нашей области поградировали по уровням. Есть такая система. Система называется LO. Используется она в шахматах. И мы эту же систему использовали и в спортивном бильярде. Идет уровень аматоров, затем уровень любителей, потом эксперты, профи и маэстро. В данный момент времени проходит финал среди аматоров. В общей сложности мы собрали 40 человек. Восьмерка лучших по рейтингу этого чемпионата будет участвовать в финале чемпионата Харьковской области. И не просто участвовать в нем, они попадают без квалификации, попадают сразу в финальный день. Таким образом мы поступили и с любительской лигой. Но там на финальный день попадают 16 человек. И соответственно, когда будет проходить финальный день чемпионата Харьковской области, 16 лучших после квалификации среди профессионалов, плюс 16 любителей и плюс 8 аматоров спортивного бильярда. Итого мы проведем финал чемпионата Харьковской области среди 40 участников. Но параллельно этому мероприятию проходят еще два мероприятия, очень важных для нашего города. Это чемпионат Харьковской области среди сеньоров и ветеранов спортивного бильярда. Кстати, такое мероприятие не проводилось с 1998 года. Мы сейчас это все восстанавливаем. И еще наши ребята, спортсмены, команда из 11 человек поехала на чемпионат Полтавской области. И на данный момент там сейчас проходят полуфиналы. В полуфиналах в одном полуфинале играет харьковчан Галушка Олег, и во втором полуфинале играет тоже харьковчанин Поляков Артур. Мы надеемся, что они оба зайдут в финал и выиграют чемпионат еще Полтавской области. Вот. Ну вот и все. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Какие планы на будущее? В смысле в бильярде? Большие планы. Ну хотя бы область брать первая, как минимум. Область Украины. Вы будете принимать участие в Кубке Украины? Да? В Морисе, да? Конечно буду. Что бы вы пожелали участникам? Тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Без этого не будет игры просто. Буквально сейчас, когда девочка в руки ки, и когда третий листик. Что бы вы пожелали участникам? Тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Без этого не будет игры просто. Какая самая сложная была партия в данном турнире? За выход в полуфинал с Овой, не знаю, с Яковенко. Тяжелый соперник, неудобный. Какая? Вы не играете в бильярд, вы не поймете. Просто есть такое понятие, как неудобный соперник. Не то, что он сильно играет, просто неудобно с ним играть. Понятно, спасибо большое. До свидания, спасибо. Брызги, брызги. И третье место занял Виталий Чемоченко. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Чемоченко Виталий. Сложные ли у вас были соперники? Ну, это аматоровский турнир. Я думаю, здесь можно бороться с каждым. Все соперники примерно на одном уровне. Собираетесь ли вы принимать участие в Кубке Украины? Да, собираюсь. Хочу, чтобы повысить свой опыт в бильярде. Добились ли вы желаемого результата в данном турнире? Думаю, что да, потому что я первый раз прошел в призовые места, но хотел лучше, хотел уже первое. Ну, так сложилось. Ну, и пару слов по желанию игрокам. Всем игрокам желаю тренироваться, тренироваться, чтобы было хорошее желание добиться успехов, ну и играть в турнирах, почаще набираться опытов, и все будет отлично. Спасибо, до свидания. Второе место занял Никита Слоневский. АПЛОДИСМЕНТЫ И победителем третьего этапа стал Алексей Выходцев. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, представьтесь. Алексей. Скажите, сложно ли был турнир для вас? Ну, шел тяжело. Тяжело, ну, тяжко было. До финала шел тяжело. В финале получилось, что так же, ну, легче было играть и выиграл. Молодцы. А в чем сложность была? Соперники сильные попались в полуфинале и за выход в финал. И, ну, сильные соперники были. Как давно вы занимаетесь бильяртом? С 15 лет. Ну, уже лет 20. Какие ваши дальнейшие планы на будущее? Дальше продолжать играть бильярд, развиваться, стараться. Собираетесь ли вы принимать участие в Кубке Украины? Ну, постараюсь. Если будет время, не все от меня зависит. Поделитесь вашими впечатлениями о происходящем турнире. Ну, турнир прошел очень отлично. Все дружные. Сильные есть игроки, есть слабые. Ну, в целом отличный турнир. Дай Бог, чтобы дальше продолжались эти турниры, развивались, это все-таки много молодежи. Ну, всем удачи. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Все вместе поставим. Давайте сфотографируемся вместе. И просьба призеров, можете сфотографироваться потом возле стенда бильярдеры школы чемпионов? Подойдите, пожалуйста. Всех сфотографируем. Всех вместе. С какими трудностями вы столкнулись, организовывая это мероприятие? Трудностей немного на самом деле, потому что у меня есть сильная команда, команда специалистов. В команду входят такие, скажем так, специальности, как секретарь федерации спортивной, судейская коллегия, судейский состав. Очень много партнеров, очень много, скажем так, людей, которые помогают развитию этого спорта. Это в основном управляющие и хозяева бильярдных клубов, в которых мы проводим турниры. Поэтому с этими трудностями нам справляться довольно-таки легко. Единственная сложность – это большое количество мероприятий, очень такая высокая скорость, практически каждую неделю мы проводим чемпионаты. Чемпионаты среди разных уровней, чемпионаты – это могут быть дети, это могут быть юниоры и юноши, это могут быть девушки, женщины, сеньоры, ветераны. Это может быть дисциплина другая, то есть дисциплина, по которой проводятся аматоры, это пирамида называется, но есть дисциплина еще пул, снукер, карамболь. В Харьковской области мы сейчас проводим две дисциплины – это пул и русский. Турниры среди аматоров, любителей, профессионалов, корпоративные турниры. В этом году мы провели турнир среди выпускников Народно-Украинской академии, турнир среди выпускников ЮР-академии, турнир среди работников жилищно-коммунальных услуг. И в плане на 2017 год большое количество таких корпоративных турниров, турниров среди военных. И самое большое мероприятие на 2017 год, я хотел бы подчеркнуть, это открытие школьной лиги по спортивному бильярду. То есть каждая общеобразовательная школа будет выставлять своих лучших шесть игроков и за звание лучшей школы. Кстати, в тех школах, которые войдут в призы, будут установлены бильярдные столы для детей, которые отстранены от уроков физкультуры. Второе важное мероприятие – это кубок мэра города среди государственных, частных, общественных, спортивных организаций. Ну и узконаправленно непосредственно это чемпионаты кубок Украины. Это на год около 36 турниров. Поэтому сложность – это, скажем так, не успевает организм получить удовольствие или, например, может быть какой-то негатив, уже начинается следующее мероприятие. То есть большой темп, большая скорость. Поэтому это единственная сложность. Но, повторюсь, опять же, с такой сильной командой будет справиться довольно-таки легко. Хорошо, спасибо вам. До свидания. До свидания. Школа чемпионов Billiarder.com.ua Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!